Всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Щековская Екатерина. Сегодня мы с вами поговорим о том, как создавать дизайн-описание. Дизайн-описание нам нужно для того, чтобы нашу модель можно было запустить в производство. Но это не полное технологическое описание, которое включает в себя уже и технологии, и полное описание, подкладка всего, конфекционно. Нет, в данном случае это дизайн-описание, с которым мы можем уже пойти к конструктору, либо же в ателье, для того, чтобы нам помогли сделать то, что нам хочется. Дизайн-описание включает в себя особенности того, что вы хотите отразить. И прописыванные технологии, показаны, соответственно, какие-то цвета. Мы с вами уже сделали художественный эскиз, технический эскиз. Вы можете в дизайн-описание добавить художественный эскиз для того, чтобы лучше было отражение вашего образа. Но, как правило, в описании участвует только технический эскиз. Итак, у меня вот есть брючки и есть, соответственно, джемпер. На моем сайте, как я уже говорила, вот у меня есть шаблон для технического описания, по которому я сейчас и буду работать. Вот. Я его можно отсюда скачать. У меня вот он уже открыт. Манекенчики мне не нужны, в связи с тем, что у нас уже с вами все отрисовано на манекенах. И я в черно-белом виде вставлю во второй момент. При этом, смотрите, здесь два листа. Первый лист у нас будет отражать по дизайну, по цвету. А второй лист будет отражать по техническим особенностям, которые я буду подписывать на эскизе. И вот я не рекомендую этого делать. Соответственно, на каждую модель нужно делать свой технический документ. Соответственно, мы сейчас сохраняем это. Я к себе сейчас сохраню. Вот сюда это будет техописание брюки. Вот. И сейчас вот вторую модель сфотографируем. Техописание джемпер. Ну, то есть там обычно файлы сохраняются с именем артикула модели. Это очень важно. Почему? Сейчас я сохраню. Так, техописание джемпер. Потому что получается очень много элементов. И компьютеру, во-первых, тяжело работать. Во-вторых, когда вы начинаете работать с коллекцией, вам не обязательно нужны сразу там и брюки, и джемпер. Возможно, вам нужно что-то одно. Вот. И в связи с этим лучше, когда у вас, соответственно, каждая штучка в своем файле. То есть брючки отдельно, джемпер отдельно. Таким образом вы их не смешиваете. Помните, я вам говорила, что мы с вами можем прокрашивать продукт с разным цветом. Джемпер у нас светло-светло-серого цвета. Давайте мы с него и начнем. Например, я хочу данный джемпер сделать в двух цветах. В сером. И, скажем, в бордовом. Что я для этого буду делать? Для этого покрашу его в бордовый цвет. Сделать это в программе крайне просто. И крайне удобно. Соответственно, я выбираю тот цвет, который мне нужен. Заливаю им основу. И, вуаля! Мой эскиз в бордовом цвете. То есть очень удобно. Сразу я показываю, что мы здесь будем с вами описывать. Ну, во-первых, название бренда. Давайте я буду писать свое. Оно у нас заблокировано. Я открываю. Соответственно, подписываю. Название бренда. Фэшн. Вектор. Не знаю. Могу логотип поставить. Сезон коллекции. Например, осень-зима. 21. Потому что же следующее. Дата создания. Какой-то артикул там. Джей 1. Ну, к примеру, да. Цвета модели. Серый. Серый и бордовый. Контакты. Ну, непонятно, да? Описание. Что мы делаем в описании? Джемпер. Женский. Свободного. Силуэта. С длинным. Рукавом. Покрой реглан. Покрой реглан. Покрой реглан с воротником, стойкой. С цельновязанным. С цельновязанным. С воротником, стойкой. Вот, соответственно, состав. Ну, сейчас я беру 50% акрил. 50% шерсть. И дополнение, например, только химчистка. Или там какие-то условия. Дополнение могут быть самые любые, в зависимости от того, что у вас есть. Вы это все сюда тоже переносите. Все, что вы там написали. Вот эти все вещи, которые вы написали, точно так же переносятся на второй лист. Потому что эти два листа, они у вас неразвучники. Они будут следовать друг за другом, для того, чтобы информация о модели была в одном месте. Вот, соответственно, вы это вставили. Я удалила, вставила на. Туда. Здесь у вас идет базовое описание. Соответственно, поскольку у нас с вами две цвета модели. Я специально их сделала две, чтобы вы могли посмотреть, как это описывается. Здесь мы пишем серый. Здесь мы пишем бордовый. У меня сделано описание под ткань. Ну, вы можете сюда написать пряжи. Пряжа. Здесь указывается тип сложения, класс вязки. Грубо говоря, 32 на 2. Скажем, какого-нибудь 5-й гейдж. 5-й гейдж. И, может быть, написан либо прикреплен образец цвета, серый. Либо написан понтон. Соответственно, что-то вы сюда вписываете, что описывает ваша модель серый бордо. Фурнитуры у нас нету, нитки тон в тон. Соответственно, у вас же будет сшиваться изделие, да, хотя бы по боковым швам. Или оно цельно вывязанное будет. Тон в тон. Если есть что-то другое, лишние колоночки можно удалить. Вот. Соответственно, здесь вы описали. Сюда переходим. Что у нас здесь? Я люблю создавать новый слой. Поверх. И берем с вами. Делаем стрелку. Сюда. В Adobe Illustrator крайне удобно делать стрелки. Здесь есть такая специальная функция. Вот. Стрелочка. Пишем. Сбавки. Сбавки. Так. Реглан. Что мы еще здесь с вами будем писать? Например. В край изделия. Проложить. В два крайних ряда изделия. В заработок. Давайте вот так напишем. В заработок проложить нить эластана тон в тон. Таким образом у нас с вами будет в основе более правильная, упругая вещь. Так. Сюда мы тоже делаем стрелку. Ну и соответственно особо нам больше нечего написать. Мы можем подписать основное переплетение. Так. Все как-то сделаем. Стрелочкой. И напишем, что. Основное переплетение. Давайте мы скажем, что это фанк. Фанк. Вот. Соответственно. Сделали. Подписали. И я буду сюда вот. Информацию. Фанк. Пятый гейдж. Пятый гейдж. Можно приложить пример. Фотографию. Фанк. Это такая штучка с накидами. Очень объемная. Очень красиво. Смотрится как большая объемная резинка. Вот. Ну и мы писали документ. И уже вот с этим документом я могу идти к, в данном случае, к диссенатору и к конструктору. Для того, чтобы они мне помогли составить документ, который можно будет передать, соответственно, уже в работу. Можно сразу будет обговорить, а сможем мы боковые швы цельно вывязанными сделать. В общем, сможем мы это изделие цельно связать или нам нужно будет все-таки боковые швы и рукавов сшить. Соответственно, в зависимости от того, на каком оборудовании это будет производиться, там штольт, скорее всего, свяжем. Нужно это все будет обговорить. Все. Мы можем это сохранить. И, например, сохранить в PDF. Все. Вот у нас документ PDF, который мы можем отправлять по почте кому угодно, как угодно и общаться. То же самое мы делаем и с брючками. Делаем полное описание и туда все это, соответственно, вставляем. Здесь прописываем одна цвета модели для две. Здесь будет более обильное описание, потому что там еще резинка добавляется, отстрочки. Пишем стрелочками, где какие складки и так далее. Вот таким образом у вас формируется дизайн документ, с которым вы уже можете идти на производство. Дизайн документ это не технологическая документация. Технологическая документация включает в себя конфекцион, описание конструкции с лекалами, если они нужны, описание, соответственно, технологических всех элементов. Вот она, это полная такая книжечка, по которой можно произвести ваше изделие. Это именно начальный этап, который выдает дизайнер для того, чтобы с этой моделью в дальнейшем могли работать. Но это именно уже не просто картинка, с которой мы начинали, да, когда мы с вами делали художественный эскиз. Здесь вообще еще было непонятно, о чем мы. Когда мы начали делать технические эскизы, у нас уже возникло понимание того, что это за вещи, как они сидят. И смотрите, видите, какая разница. Я специально показывала вам эти моменты, что это технический эскиз, а это как изделие будет носиться. И вот здесь непонятно, что это за изделие и как оно. А здесь понятно. А уже когда вы делаете описание, уже вообще как бы мы понимаем, как это изделие смотрится. Оно более такое статичное, более простое, без теней, без ничего, но со смысловой технологической нагрузкой. Вот это очень важно знать и понимать. Обязательно пробуйте, делайте. В принципе, это можно делать от руки, но это не очень удобно. Если вас это все заинтересовало, приходите. Я именно этому обучаю. Это моя специальность. Я рисую эскизы, я профессиональный дизайнер и постоянно с этим работаю. Работаю 8 лет в крупных брендах. Сейчас работаю для себя, делаю эскизы. Соответственно, делюсь этим опытом. Мои студенты все это могут также сделать в Adobe Illustrator. И более сложные вещи, там нижнее белье, и трикотаж рисуем разный, и мех, и все. Если у вас появились вопросы, обязательно их задавайте. Шаблоны найдете все на моем сайте. А на этом все. До скорых встреч. Пока-пока.